Это актуальное интервью. Здравствуйте! Сегодня наша программа в гостях у первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева. Михаил Ефимович, я вас приветствую. И в первую очередь поздравляю вас с почетной датой, с вашим юбилеем, с 80-летием. Жители Якутии любят вас, ценят, всегда прислушиваются к вашему мнению. Какими качествами должен обладать молодой человек, который ставит перед собой масштабные цели стать руководителем? Вот вы мечтали когда-то, что будете президентом? Ну, во-первых, такой должности в моей юности даже не было. Мы в капиталистическом мире только знали, что у них есть президенты. В нашем Советском Союзе не было такой должности. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, любой ребенок, присущий его природе, бывает всегда максималистом, всегда думает то, что взрослый не думает, мечтает то, что взрослый не мечтает. У меня тоже были мечты. Хотя наше поколение росло в довольно сложное время. Это годы войны, послевоенные, довоенный период. Мы жили все, без исключения. Вот действительно справедливо было тогда. Жили голодно, холодно, все одинаково. Ну, и в этом, даже этот период, поскольку природа ребенка есть, природа ребенка мечтали. Эту мечту выражали в игре. Были командирами, были комиссарами. Вот. Задачи ставили. Если мы победим, то народу что дадим? Вот. Такая, конечно. Учителя, конечно, в то время, они самобытные были. Очень действительно понимали жизнь народа. Рядом с народом жили. Они вместе с нами жили, вместе с нами работали, вместе с нами учились. Поэтому отношения к детям несколько иное было. И детей-то мало было в сельских школах тогда. И приходилось учителям индивидуально заниматься. Мы разновозрастные были. Тогда понятие было переростки. То есть, позже поступали по тем или иным причинам в школу. Есть вовремя, достигшие 7 лет поступали. Поэтому разные и подготовка была, разные способности детей было. Поэтому, что характерно, когда взрослым становились, анализировались, как нас учились. Больше индивидуального подхода было. Кто оставал, его оставляли после уроков, занимались дополнительные задания, включая и домашние задания в школе. Мне вот этот метод, метод индивидуального подхода, больше нравится, чем сегодняшнее преподавание, когда в классе 25-30 ребят. Я не случайно сегодня убежден, что наше школьное образование поменяет свой вектор, свое развитие. Больше индивидуального подхода. И общее образование, как-то тоже непонятно, как это общее образование. Школа должна быть местом развития таланта, развития способностей. Вот это, будь класс, будь целым школа, она должна жить, чтобы каждому ребяту раскрыть талант его, его способности. Тогда и образование хорошее получится, качественное. Вы всегда уделяли особое внимание именно образованию и науке. Не могу не сказать. Я из далекого Нижнеколымского улуса в свое время поступила в Московский институт только благодаря тому, что по вашей инициативе был создан департамент по прогнозированию и расстановке кадров. За что я вам очень благодарна. В 2005 году я вернулась и по сей день я работаю с удовольствием на благо республики. Как, по-вашему, нужно воспитывать наше подрастающее поколение, чтобы они ставили перед собой амбициозные цели и их добивались? В 90-х годах действительно кругом разруха, безработица, люди зарплаты не получают, престиж всех отраслей практически в профессии падает. Думаем, после школы ребята куда пойдут? Кто возьмет их на работу? Даже взрослым негде работать. И вот пришли единому знаменателю, что надо взяться за образование. Ребенок не только в школе учился, но продолжал. Высшее учебное заведение, потом аспирантуру, докторантуру, а к этому времени жизнь улучшится. И вот эти тяжелые годы мы поставили задачи 70% выпускников средних школ. В тот же год поступали в высшее учебное заведение. Сказать легко, но надо организовывать. Нет денег ни у родителей, ни у кого. Даже проезды не могут найти. Тогда эту часть взяло правительство на себя. Вот то, что вы говорили, что департамент. Да, мы специальный департамент создали. Занимался только этой проблемой. Подготовкой, расстановкой кадров. Заключили 300 вузов из страны. Притом ведущими. Раньше многие из них были недоступны нашим детям. Даже при советской власти. Много уделяли внимания подготовке в зарубежных вузах. Направляли туда ребят на учебу. И всего где-то 350 вузами мы заключили персональные договора на наши средства. Наши ребята поступали именно в эти учебные заведения. Мы строго контролировали их. Департамент мощный был. Слаженным коллективом. Они постоянно ездили в вузы. Встречались не только ребятами, студентами, но и преподавательским составом, ректоратами. И мы приглашали ректоров летнее время сюда в республике. И показывали, доказывали, почему мы на это огромное внимание уделяем и так далее. Я думаю, высшее учебное заведение, он имеет два крыла. Первое – готовят преподавателей для общеобразовательных сельских, вообще школ. Тогда, когда хорошие учителя приходят, школа оживает. И второе кругло – это готовят научных кадров. Без высшее образование я не видел, чтобы научный работник был у нас. Поэтому высшее образование – это сердцевина и подъема развития общего образования и развития науки. К сожалению, я сегодня отмечаю, что в прошлом году у нас только 52% поступили в высшее учебное заведение. Пройдет 10 лет – это скажется. Мы тогда мечтали и замышляли, что придет время, республика перейдет к всеобщему высшему образованию. Я и сегодня, не теряя надежду, все же республика опомнится и поставит эту задачу молодежи до 30 лет, надо перейти к всеобщему высшему образованию. Поэтому образование не просто – это не пустые слова. Образование – это талант, это способность, это креативность, это лидерство. Во все эти понятия включается слово «образование». Поэтому образование многоаспектное. Именно благодаря образованию мы будем и дальше развиваться. На какие жизненные принципы вы всегда опирались в своей жизни? Дайте нам совет молодому поколению. Надо быть честным во всем. Надо любить свой народ, начиная с своей семьи – отца, мать, братьев, сестер. Любить свой народ, свою землю. Любовь бывает не между мужчиной и женщиной, или юношей, или девушкой. А любовь бывает в родной земле, в родном очагу, в семье и так далее. Вот это второе. Третье – все же мы должны воспитывать людей с характером. У нас даже спортсмены, профессионалы, почему проигрывают постоянно? Хотя они, кроме спорта, ничем не занимаются. Я наблюдаю это, характер слабоват. Нет воли, нет стремления. Вот это воедино, соединить воедино, тогда получится человек. Бесхарактерный человек – это не человек. Безвольный человек – это не человек. Вот. Поэтому эти качества надо воспитывать. Воспитывать надо с малых лет. С малых лет. Мы должны все сосредоточить на раннее воспитание детей. И в умственном отношении, и в физическом отношении. У нас понятие дошкольное образование, детсадовское, воспитание и так далее, она как-то отделяет, понимаете, процесс роста человека. Человек-то един же ведь. Искусственно ее не надо делать. Надо знать ее биологические способности каждого ребенка, вовсе организма. В каком возрасте, что больше у него, какие потребности, чтобы не упустить эти потребности, заполнить его. Вот многоязычие мы говорим. В каком возрасте это можно внедрять? Только в малом возрасте. Они никакой нагрузки не чувствуют, потому что интенсивно идет рост мозга ребенка. Это биологическая особенность. Она на лету хватает несколько. Вы видели, вот передача хорошая, удивительные люди. Синяя птица и так далее. Вот малышня приходит и способность человека показывает. Это наглядный пример. Именно раннем возрасте все надо. Я еще раз повторяю. Вот Москва уже три года объединила все детсады со школами. И при том несколько школ, несколько садов. И создали одни образовательные центры. Великолепно. Во всех отношениях великолепно. Это с учетом развития организма ребенка. Дальше. О честности. Давайте вот прямо скажем, насколько мы честны перед друг другом. Я думаю, не совсем все честны. Вот. Есть так называемый круг друзей. Так ведь? Казалось бы, они честны друг другу должны быть. Но не совсем иногда так получается. Так? Как будто вот моя хата с края. Мне это не касается. Я маленький человек. И так далее. Вот это пережитки прошлого. Поэтому надо быть тесным. Самое главное. Честность перед друг другом. Не кривит душой. А это надо тоже воспитывать с малых лет. Надо быть справедливым. Почему идет расслоение в обществе? Это грубейшее нарушение принципа справедливости. Которое присуще природе человека. Мы никогда не добьемся справедливой жизни, если вектор развития идет такой, как сегодня. надо быть действительно преданным за друга, за родину, за родственников, за гражданами и так далее. Мы материальное производство усвоили. Хорошо. И экономику, материальное производство знаем. А вот мы плохо разбираемся в душе человека. Духовность человека. Духовность человека. Ее нравственности. Мы практически не знаем и не занимаемся. Мы отдали все это наотку православной религии. Так ведь? Вот они с утра до вечера без устали работают и практически долбят нам, что надо быть тесным, порядочным, справедливым, духовно богатым, нравственным. Власть говорит об этом, не говорит. Вот поэтому и такое общество создается. Вот мы говорим о национальных идеях. Не надо искать его. Национальные идеи нас самих. Самих сидит. В нашем поведении сидит. Что я могу сказать? Конечно, все это накопилось за последние годы. Поэтому душа болит, когда и Москве видишь это, на селе. Люди меняются. И в многих отношениях в худшую сторону. В худшую сторону. Нет сплоченности людей. Все на разных языках говорим. Хотя, как лозунг говорит, давайте объединяться. А в реальной жизни все разъединяемся. Здесь действительно надо, вот, как говорится, очень жесткая должна грань провестись. Когда мы говорим жесткость, говорят, возврат – это нужно для человека. Человек всегда любит дисциплину, порядок, чистоту. Всегда любит. Но его надо организовывать. Михаил Ефимович, есть ли в жизни такие вещи, которых вы жалеете? Предательство. вот это самое, самое, самое тяжелое. Вот. Много было предательств в России. Особенно тяжелые годы. Я не говорю о годах войны, послевоенных. Мы очень много примеров можем примести в 90-е годы. Когда преобладало вот это предательство, люди бросали родину в самое тяжелое время, выезжали. И знаменитые артисты, и знаменитые спортсмены, и знаменитые ученые. Когда именно они нужны были, они уехали. Это разве не предательство? Вот. И у нас тоже есть. Тоже выезжает. Это не говорит о том, что они должны быть привязаны. В Якутии только. В Якутии. Но где нужны они? Конечно, здесь условия намного тяжелее, чем Краснодаре, Ставрополе. И так далее. Но люди-то нужны здесь. Какое усилие громадное сегодня прикладывает федеральное правительство, чтобы заселить людей в Дальний Восток? Чего только не выдумывает, чего только не предлагает, и так далее. Но народ-то выезжает, продолжает выезжать. А развить это за счет не центральной России пойдет, а именно Бог так распорядился, что расположил, понимаете, огромные недровые богатства именно арктической части, северной части, восточной части, Сибири. А за счет этого идет развитие. Здесь люди нужны прежде всего. Михаил Ефимович, а что в большей степени в вас вызывает чувство гордости? Чувство гордости не вызывает простой народ. Работящие, неунывающие, оптимисты, маленькими запросами. Придешь на стойбище, спросишь, оленевода, охотника, как живешь, хорошо, говорит. Что хорошего он видит, это его образ жизни. Или на селе без всякого удобства люди продолжают трудиться под открытым небом. Говорят, хорошо, нормально, выдержим. Вот с таким народом мы никогда не пропадем. Главное, у нас честные были. Честная была интеллигенция, честное было руководство, справедливое было. И самое главное, она бережно относилась к народу. Спасибо вам большое. Мы желаем вам здоровья, долголетия и гармонии во всем. Спасибо. А телезрителям я напоминаю, сегодня наша программа была в гостях у первого президента республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Оставайтесь на нашем канале и мы всегда с вами обсудим самые нужные и интересные темы. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова